Окончен школьный роман сегодня. Бывшие одиннадцатиклассники начинают новый параграф книги знаний на уже взрослой жизни. Для выпускников сегодня прозвучал последний школьный звонок. Александр Гурьянов сегодня на трибуне почетных гостей. Но заместитель министра иностранных дел Беларуси до сих пор помнит, как больше 20 лет назад стоял на этой же площадке с такой же праздничной лентой на груди, но в качестве выпускника. Не скажу, что золотая медаль всегда равна прилежному поведению, поэтому было разное. Поэтому школа всегда остается в памяти, как такое наиболее радужное время, когда можно было погулять, пошалить. Моя дочка как раз продолжает традиции, тоже золотая медаль в этом году выпускается, поэтому держим марку в седьмой гимназии. Равнение на почетных гостей. Последний звонок для нынешних выпускников, как сигнал на старт. Обычно я, конечно, хожу в кроссовках, но сегодня пришлось одеть как в руки. Яну учебу в гимназии сочетала с тренировками. От школьной парты к теннисному корту. Выпускница с амбициозной фамилией Король собирается стать тренером. Самое главное будет вставить свои решения и выходить с гордовонятой головой. Даже перед парадом выпускников, как и перед матчем, нужно настроиться. Ведь это последний школьный выход. В этот день последние звонки прозвучали во всех школах Беларуси. Вам желаю первый класс в добрый путь и в добрый час. Какая тишина. Заплакать, закричать или рассмеяться. Закружиться. Светлым школьным басом. Когда выпускается новая плеяда детей, которые войдут на взрослую жизнь, в первую очередь это безумное волнение, а какими они станут дальше. А все ли мы сделали, а все ли мы успели, а все ли мы им сказали. А в каждую вселили уверенность в том, что у него обязательно в своей открытой жизни получится. Что каждый из них найдет себя. 150 тысяч белорусских школьников сегодня официально приобрели статус выпускник. Экзамены и прощальный бал, а впереди новая взрослая жизнь.